Зрителям до 16 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассалам алейкум, дорогие телезрители! С вами программа «Мангс Демасиле». В преддверии праздника Дня Победы мы просто не могли обойти стороной тему патриотизма, любовь к родине, часть веры. О том, как религия связана с патриотизмом, расскажет гость нашей сегодняшней студии. У нас сегодня в гостях Кошбаев Айбар, наиб имам мечети Абу-Бакар. Ассалам алейкум! Абеке, ну, в канун праздника самое время поговорить о патриотизме. И вот первый вопрос. Как же патриотизм связан именно с нашей религией, с нашей верой? Как мы знаем, в нашей святой религии сказано о безграничной милости Всевышнего Аллаха к защитникам Родины. К тому же наш пророк Мухаммад Мустафа, салам и салам, не раз упоминал про любовь Родины, про защиту Родины. К тому же он наставлял, каждому наставлял из нас, для своей умы, для своих подвижников наставлял, чтобы каждый должен, каждый мусульманин, он должен сохранять, беречь свою Родину, защищать свою Родину. За это мы должны благодарить наших отцов, дедов, наших предков, за то, что они как бы все делали для нашего блага. И к тому же они... Для светлого будущего, для нашего светлого будущего. Для нашего светлого будущего, да, конечно. И к тому же у них, за то, что у них был очень такой крепкий вера в Аллаха, и к тому же они очень любили свою Родину, они эту землю оставили нам как бы аманатом. В этом плане мы должны правильно давать воспитание, правильно делать наставления подрастающим молодежи. Вот, кстати, о молодежи. Вы же, наверное, честно связаны с молодежью. И вот в своих проповедях, что вы им говорите, как вы их наставляете? Во-первых, мы когда вот встречаемся с молодежью, мы, во-первых, им говорим то, что надо беречь свою Родину, защищать свою Родину. Ну и к тому же, пророк наш сказал, салам, он говорил то, что я завещаю вам, первое, завещаю вам хорошо, бережно относиться к пожилым людям. Ну и к тому же, будьте милостыми к молодежи, к подрастающему поколению. И как бы наше подрастающее поколение, они наше будущее. От них зависит все. Если мы им будем правильно делать наставления, будем правильно показывать дорогу, то они завтра, то они сами же будут продолжать наше наставление. Следовать вашему наставлению. Да, следовать нашему подсталению. Ну и к тому же, ислам – это мир, как мы знаем. Ну и к тому же, ислам – это любовь к Родине. Ислам, оно призывает людей к доброту. Ну и к тому же, эта любовь должна быть очень такой, самой наиважнейшей у человека должно быть качество – любовь к Родине. Так как к этому, мы как знаем из жизни нашего пророка Мухаммада, когда его изгнали из своего народа, из своего города. Порок, в этот же момент, говорил, он как бы сильно свой город любил. Город Мекка. Сильно свой город любил. И к тому же, всех, кто там находился, всех народов, всех людей любил. Но к тому же, когда ему пришло пророчество, его народ его выгнал. Изгнал его из народа. К этому пророк Сарасам сказал, клянусь Аллахом. Когда он покидал свой город Мекку, обернувшись лицом к своему городу, он говорил, клянусь Аллахом. Если бы не твой народ, то я никогда бы не погинул бы тебя. Вот с такой речью, с горечью речью он говорил своему любимому городу. К тому же, мы должны знать, то, что наша Родина, она наша страна, она наша земля. Где человек Родина является, где он человек рос, где он человек вырос, где у него остались многие, учился, где у него остались многие воспитания, многие вспоминания. Ну и к тому же, он привык, ну и к тому же, его как бы связано с душой. Это является собственным человеческим натурой. И к тому же, человек должен, каждый, не только мусульманин, каждый, живущий в своей стране, должен беречь свою страну. Вне зависимости от конфессии, от цвета кожи, от нации. Да, вот. И к тому же, это, пророк Сарасам говорил, будущее, как бы, насчет будущего, насчет поколения, говорил в своем хадисе, они считаются опорой своей умы, и к тому же, они считаются своей опорой своего народа. Ну и в своем же, конечно, продолжении этого хадиса, пророк Сарасам сказал, вонахчатуль мустахбаль, в смысле этого слова является то, что они являются как бы потомками, как бы поколениями своего народа. И к тому же, если человек, это как бы, говорим то, что насчет патриотизма, этот патриотизм, он как бы, не обязательно человеку ходить, как бы, с поднями плакатами и так далее. Нет, у человека должно быть сердце, должно быть чувство. То есть, патриотизм, он подразумевает под собой, как бы, не только сказал ты, да, о том, что ты патриот, а в делах именно, да? Мы должны, как бы, не должны ждать, что у нас сделает для нас Родина. Наоборот, мы должны что сделать для Родины, потому что Родина это наша. И как бы мы сейчас знаем, в нынешнем мире есть многие люди, у кого нет стран, своих стран, у кого нет своей Родины. Но, слава Аллаху, то, что у нас есть своя Родина, есть своя страна, есть свой правитель. К этому мы должны, как бы, правильно давать наставления. Есть независимость, да? Есть независимость, да, ахамдуля. И к тому же, мы должны правильное наставление давать вырастающему поколению. В семьях как должны воспитывать родители своих детей? Ну, мы знаем то, что самое первое воспитание это идет уже от своих родителей. Например, если вот взять Европу, просто маленький, как бы, пример. Если взять Европу, то в Европе, когда маленькие, когда маленькие ребята просят у своих родителей что-то им купить, например, допустим, iPhone, как бы, либо iPad, либо еще велик, какую-то баларку хотели себе им приобрести, то эти же родители сразу же ходили в церковь к священникам, обращались к ним. То, что они просили им, то, что я вот вам даю вот этот, у меня маленький ребенок есть, он у меня, как бы, постоянно просит, то, что купил им iPhone. Ему iPhone купил, я хочу, чтобы вы этот iPhone ему подарили от вас, хочу, чтобы он от вас получил этот iPhone. Мальчик приходит, на завтрашний день приходит в церковь, и его встречает священник, ему говорит то, что вот, бери этот подарок, как бы, от нас. И у этого, у этого мальчика сразу же формируется такое понятие, что надо помогать церкви, что надо помогать священникам, что надо помогать делать добро, как бы, своей, как бы, религии, побольше уделять внимания. А если это мы сами будем делать, если кто-то из наших родителей, или, если вот мы сами родители, допустим, если мы будем воспитать детей, как бы, с верой в сердце, то этот человек, то этот ребенок, завтра, как вырастет, он станет настоящим патриотом своей страны. Но и к тому же наш пророк Сарасарам сказал, Поистине, Аллах, Он не смотрит на ваше лицо, на ваше одеяние, Он на это не смотрит. Поистине, Аллах смотрит на наши сердца. Если у человека, у каждого человека, если будет чистое сердце, и он будет поклоняться лишь только Аллаху, и будет восхвалять его должным образом, то этот человек, то это возрастающее поколение в будущем станет патриотом своей страны. В Хуране есть сура, в которой говорится, «Я создал вас племенами и народами для того, чтобы вы познавали друг друга». Вы можете рассказать поподробнее об этом аяте? В этом аяте говорится, что человек не должен делиться. Перед Всевышним мы все равны. Но если человек не является мусульманем, мы его не должны отрисать, мы должны его отвергать. Наоборот, мы должны показывать Ислам. Свою доброжелательность. Свою доброжелательность. Мы с этим будем показывать Ислам с правильной точки зрения, то эти люди будут, они сами проходят в Ислам. К тому же есть же такой аят, который там сказано про молодежь, про нарастающую поколение. Сура Туль-Каф, там 13 маят указано. Аста-ау-забиллях. «Инна гума фития тун аману бероби гум». «Поистине эти юноши, они веровали в своего Господа». «Вазидна гуму худа». И к тому же мы увеличили их приверженность к правильному пути. Можно привести пример. Когда пророк Сарасалам сидел в мечети Аль-Харам, когда слушал Азан своего подвижника, и в этот момент пару ребят, которые стояли в углу этой мечети, они как бы сильно издевались над Азаном. Тогда пророк Сарасалам поверил их привезти к себе. Когда они пришли, там было 10 ребят. Пророк Сарасалам попросил их, чтобы каждый из них произнес Азан. Из них был сахаба, самый юный сахаба, самый юный подвижник, пророк Мухаммад Сарасалам, его звали Абу Махзура. И этот сахаба, и этот подвижник, у него был очень красивый голос, очень был приятный голос. И в этот же момент пророк Сарасалам его отправил в мечеть Аль-Харам, чтобы он там произнес, делал призыв к молитве. С этим можем увидеть то, что пророк Сарасалам, он, хоть этот подвижник был молодым, хоть он был юным, но он его не отвергал. Он, наоборот, его поднимал. И как бы он возвысил его, сразу же в этот момент его поставил, назначил его муазином этой мечети Ахрама. Но это не каждому дано такое. — Ну вот смотрите, всегда есть какая-то определенная крайность. Конечно, лучше всего это золотая середина, да? Как не уходить от крайности в крайность? Ведь чрезмерный патриотический дух в человеке может повлечь за собой, ну скажем так, неблагоприятные последствия. — Во всех есть свои рамки. Человек, он должен, каждый человек, он должен как бы начинать из себя. Если человек будет духовно себя правильно судить, правильно как бы делать свои деяния, хорошее деяние, то с этим он, конечно же, перед Аллахом, он встанет на высшие ступени. Ну и к тому же, если человек же будет относиться к людям добром, самый наилучший человек, тот человек, который делает людям добро. Просто он сам сказал. Если этот будет делать другим людям добро, то Аллах же его возвысит перед людьми тоже в очень большой степени. Как мы говорили вот так, что про Азан, вот про сподвижника Абу Махзура. Есть семь категорий людей, которые попадут под тень Аллаха Саввиштева. — День судны. — День судны, конечно, да. — В нем сказано то, что есть семь категорий людей, которые попадут в тень Аллаха, кроме, когда не будет иной тени, кроме как бы тени трона Аллаха. В этом же сказано, то, что в этот тень попадут те люди, которые наши Аш-Шабы, наши Афитуа Атилляхи. Это юный, который с молодости лет поклонялся Аллаху. Когда пророслава Саввиштева с подвижниками возвращались с Табука, в этот момент они увидели одного молодого юноши, который пас овец. И в этот момент пророслава Саввиштева сказал, если этот человек, он будет помогать своим родителям, то он на пути Аллаха. В принципе, из религии произрастает многое. Потому что именно молодежи можно культивировать, скажем так, патриотизм, не псевдопатриотизм, а именно такой истинный патриотизм. Можно культивировать посредством каких-то дел. В религии, мне кажется, все связано с делами. То есть наши дела связаны с нашими намерениями. Поэтому не надо далеко ходить. Патриотизм можно понимать во всем благом, во всех правильных вещах. К примеру, если даже человек мастер своего дела, его тоже можно назвать патриотом. Если человек сделал какое-то благое дело, он тоже патриот. Перевел, скажем, бабушку через дорогу. если он стал, скажем, профессором, если мы наша родина, наша страна профессором, и сделал, я не знаю, какие-то достижения у него в жизни, он тоже патриот своей страны, так как он внес какую-то лепту, скажем так. Поэтому, мне кажется, патриотизм можно в принципе найти везде. Патриотизм вокруг нас. Жизнь это бумеранг. Жизнь ты делаешь хорошее, оно все на тебе возвращается. То есть оно круглое, земля круглая, мы все крутимся вокруг кабы, то есть, да. А если кому-то делаешь плохое, то оно обязательно тебе возвратится. Либо если не тебе, то твоим потомкам возвратится. Это плохое, оно обязательно возвратится. К тому же за каждое деяние человек он перед Аллахом в ответе. За каждое слово, какое дело, он перед Аллахом ответит. Мы знаем аят в суре Зильзаля, там сказано если кто-то из вас делает хорошее, хоть малейшее деяние, хорошее деяние сделает, он за это получит награду перед Аллахом. Но к тому же а если же кто-то из вас делает хоть малейшее плохое кому-то то понесет за это перед Аллахом в судный день за это понесет ответит. Машаллах. И к тому же хотел сказать у нас в мечети в мечети Абу Бакар мы как бы обучаем у нас самому младшему юному ученику ему 7 лет. Машаллах. А самому старшему старейшему как бы считается нашим учеником ему 78 лет. Машаллах. 78 лет он как бы постоянно каждый день приходит. Каждый день приходит. Машаллах. У нас в мечети есть определенные дни, которые проводим уроки. Но этот человек каждый день приходит. 7 дней в неделю приходит. Машаллах. Каждый намаз приходит. Учится как бы. А с нуля начал и вот Аль-Хаммду он уже Куран читает. Самостоятельный Куран читает. Машаллах. И вот хотелось сказать, что вот никто не наставит человека на прямой путь, кроме Аллаха. Машаллах. Он этого не пожелает. Самый юный ученик которому 7 лет его зовут Махсад и он как бы участвовал в вашем передаче Жаскари. В этом он себя проявил. Но он еще до этого в медельсе учился от нас как бы походил на соревнования как бы это соревнования по Корану. Он там взял первое место. От нашей мечети как бы походил и вот оттуда взял первое место. И это сам мальчик сам читает Коран. Он как бы от нас с нуля как бы начал. Его отец тоже с нами учится. Если каждый из родителей будет воспитывать своего ребенка по руководству Создателя то он никогда не будет в убытке. Потому что тот ребенок который будет воспитываться по канонам ислама скажем так он мне кажется будет самым настоящим патриотом. Он будет полезным стране и полезным для своей семьи и окружающих друзья и родственники. Хотелось сказать то что православ говорил каждый из вас считается правителем. Машова. Правитель он в ответе своего народа. К тому же каждый если иметь свою семью человек мужчина он в ответе за свою семью. К тому же женщина она тоже в ответе она будет ответить за своих правильное воспитание детей. Настоящий патриот он должен переживать за свою страну что бы ни происходило в его стране скажем пусть будет рассвет страны нации он вместе со своей нацией со своим народом со своей страной или даже скажем какие-то переживания тоже вместе должен быть настоящий патриот. Вот в связи этим наша страна Казахстан она является мадонациональным народом. Если же эти родители будут проводить своих детей в мечеть и будут сдавать к имамам то эти же люди то эти же молодые поколения они вырастут на своем как бы истинном патриотизме Да Вот так можно сказать Ну давайте теперь мы поговорим о предстоящем священном месяце его тоже нельзя пройти У вас как вообще в вашей мечети подготовка как вы готовите свой джамаат своих прихожан как вы готовитесь к рамадану Многие люди многие люди вот которые джамаат в мече джамаат они уже дни считают раньше сподвижники когда они встречали рамадан после рамадана они 6 месяцев делали дуга Потому что Аллах их принял пост рамадана Когда оставалось полгода рамадана они в каждом молитве делали дуга чтобы Аллах их довел до рамадана Мы должны понимать то что рамадан это не пост желудка это пост всего пост всего тела Мы должны понимать то, что пост, глаз, пост своих эмоций, он должен в этот священный месяц, Рамазан, должен себе поставить цель. Если он не читает Куран, он должен научиться читать его. Если он читает Куран, то он должен закончить весь Куран хатом. Машалава. То есть это, в принципе, обязательно хатом делать? Ну, то есть тем, кто, например, знает Куран, читает. Да, да, кто знает, а кто не знает, им, если в этот священный месяц Рамазан, если вот мы знаем, то, что простые дни за каждую букву Аллах Субхану Аталу дает нам, за каждую прочитанную букву дает один салап. Но в священном Рамазане это уже удваивается, десятикратно дается в размере, за каждую букву в десятикратном размере салап, да, есть награда. Машалава. Слово просто взять из слова Фатиха, там есть Аль-Хамдул-Лля, там есть семь букв. За каждую прочитанную в священном месяце Рамазан, за каждую букву Аллах дает ему в десятикратном размере, за каждую букву. А в Куране сколько букв? Во всех мечетях Казахстана будет читаться хатум-хран. И как бы любой из прихожан может пойти в любую мечеть, какая ему близкая. Главное, чтобы он правильно соблюдал свой пост и оберегал свой глаз, оберегал свой как бы язык. Да. Самый является врагом человек, это его язык. Пророк, салалава, говорил в своем хадисе. Кто уверовал в Аллах и уверовал в судный день, пусть скажет «Благой», либо он пусть пускай молчит. И к тому же в месяц Рамадана мы должны, как бы, хорошее дело, деяние, хорошее деяние. Из кого начинаются хорошие, благие деяния? Это же, конечно, начинается из своих семей, из своих родственников. И после этого уже из своих друзей и так далее. Время нашей программы уже подходит к концу. Поэтому в конце, что бы вы пожелали именно нашим соотечественникам в преддверии Дня Победы, ну и в преддверии почти священного месяца Рамадана? Ну, конечно, самого первого хотелось поздравить наших дед, наших бабушек. Они как бы делали для нас все то, чтобы мы жили в достатке. Жертвовали, да, с собой? Да, жертвовали с собой, да. Но, аль-хамдуля, сейчас это достатка есть. И к тому же пусть Аллах все наши примут дуа, все наши примут молитвы. И к тому же пусть Аллах даст нам такую силу, чтобы мы достойно провели этот священный месяц Рамадан. Аль-хамдуля. Ну и в конце программы, дорогие телезрители, хотелось бы привести слова Создателя. Аллаху Таля не изменит дел положения человека, пока человек не изменит себя. Чтобы быть настоящим патриотом, нужно быть полезным. Не только своей семье, но и обществу, а также нашей стране. Я желаю всем хороших выходных и до скорых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова